Дизайнеры Значит, тема моя будет «Иконы мебельного дизайна». Дизайнеры — это такие люди, которые приходят после ученых и говорят, вот с тем, что вы придумали, можно сделать вот это. И если вы сделаете вот это, это сразу станет всем нужно. Собственно, для этого нужны дизайнеры. И вот после меня еще будет выступать человек, который будет рассказывать, как можно монетизировать свои научные разработки. Так вот первый способ монетизировать свои научные разработки — это позвать дизайнера, который скажет вам, что с этим можно сделать. В общем и целом всех дизайнеров амбициозных, а все дизайнеры амбициозны, можно разделить на две группы по их амбициям. Первая группа, вот здесь, слева, будет стремиться создать что-нибудь жутко эргономичное, что-то, что отражает саму суть вещи, что отвечает на какой-нибудь жизненно важный вопрос. И для такого дизайнера верхом принятие будет, если он, например, отправится в отпуск в какую-нибудь страну третьего мира, в какую-нибудь такую совсем-совсем забытую, ну, например, в Анголу. Отправляется он в Анголу, едет по Анголе, где-нибудь такой на джипе рассекает, и возле местной, возле какого-нибудь местного дома, такого совсем среднестатистического, видит, бац, стоит его стул. И вот для этой группы дизайнеров это будет самое лучшее принятие, когда их объект, когда их разработка, их изделие заполонило весь мир, потому что оно настолько удобное и настолько мультикультурное, что может отвечать на одни и те же вопросы, связанные с дизайном и эргономикой в любой стране мира. И есть, ну, правда, такой путь достаточно долгий. То есть нужно сначала очень долго разрабатывать этот объект, долго его усовершенствовать, делать прототипы, потом нужно отправить его на производство. Этот объект должен быть очень удобным, легким в транспортировке, легким в сборке. В общем, должно пройти достаточно много времени, чтобы такой объект стал иконой дизайна. И есть второй путь, собственно. Он стал доступен дизайнерам не так давно. И состоит он в создании уникатов. Уникат — это такая чудесная вещь. Например, с правой стороны от вас это работа студии ЙОП. Это одни из вас как раз продвинутых в этом плане дизайнеров на сегодняшний момент. Они создают то, что называется уникаты. Это вещи, которые производятся либо в одном экземпляре, либо в очень ограниченной серии. Ну, там буквально штук пять. И на один такой объект может быть затратившено и 700, и 800, и тысячу человеко-часов ручного труда. Причем состоять эти объекты будут из десятков деталек. Каждая деталька выточена вручную, расписана вручную. Причем по индивидуальному эскизу на каждый будет стоять порядковый номер, роспись автора. И стоит это будет каких-нибудь бешеных денег. И для таких дизайнеров верхом принятие будет, если их объект появится в музее Момо. Это музей современного искусства в Нью-Йорке. И если этот объект будет выкуплен в постоянную экспозицию. Вот если ваш объект выкуплен в постоянную экспозицию в музее Момо, то все. Вы дизайнер с мировым уровнем, вам больше вообще ничего не надо. Можно просто всем рассказывать, что ваши объекты находятся в музее Момо. Дизайнеры, которые идут по первому пути, они, как правило, новаторы. То есть они берут какие-то новые материалы, новые разработки или совершенно новые, никем не использованные ранее технологии. Первый человек, про которого мы с вами поговорим, сегодня будет Михаэль Танет. В 1819 году он открыл фабрику по производству мебели и внедрил там совершенно новую технологию. Суть была в том, что мебель на Танетовской фабрике производилась из гнутых деревянных брусков. Брали доску, разрезали ее на бруски квадратные в сечении, эти бруски округлялись, и потом под большим давлением в специальных формах сгибались. В этих же формах они оставлялись сушиться, потом распаковывались, и получалось то, что называется венская мебель. Венская мебель — это на самом деле мебель фабрики Танет. Впоследствии Танет пошел еще дальше, и кроме гнута мебели он стал использовать фанеру. Фанера — это совершенно замечательный материал. Производится он по принципу слоеного теста. Все знают, что дерево у нас растет снизу вверх. И у дерева, соответственно, по мере роста формируются волокна. Так вот у дерева очень по-разному. Дерево реагирует на растяжение и изгиб. В зависимости от того, вдоль волокон мы это делаем, или поперек волокон. Соответственно, в зависимости от изменения температур, влажности и так далее, дерево может расширяться, сужаться, может трескаться и так далее. А фанера — это такие тонкие срезы деревянные, которые наклеиваются друг на дружку с перпендикулярным перекрещиванием этих волокон. Соответственно, мы клеим все это, крепко держим, армируем. А за счет того, что волокна направлены перпендикулярно друг к другу, направление волокон, у нас не происходит ни растрескивания, ни ссыхания, ни сужения, ничего. В итоге мы можем сделать материал, в смысле, вот эту доску, которая нужна для мебели, более тонкой, более легкой, соответственно, но она будет такой же крепкой. И вот Тонет первый стал использовать это в мебельном производстве, причем не просто фанеру какую-то использовал, он использовал гнутую, по принципу своей гнутой мебели. Самым знаменитым объектом Тонетовской фабрики является вот он, это стул номер 14. Стул номер 14 знаменит чем? Во-первых, это один из первых, если не самый первый, в промышленное производство, то есть серийный запущенный в промышленное производство, объект мебели для сиденья. Во-вторых, он разборный, он состоит из шести деталек, и это очень сильно облегчает транспортировку. Вот в такой кубик, метр кубический в объеме, влежает 36 стульев. Производят его на конвейере, а, соответственно, это ускоряет производство и удешевляет стоимость самого стула. В результате стул стал невероятно популярен. На сегодняшний момент продано более 50 миллионов экземпляров этого стульчика практически в каждом городе, в любой стране его можно найти в кофейнях, можно найти в бестро. Почему-то в основном заведения общественного питания полюбили тонетовский стул номер 14. И если у вас вдруг дома, где-нибудь от бабушки, завалялись тонетовские стулья, ни в коем случае их не выбрасывайте. Сейчас они снова жутко популярны. Лучше поступите так, как делают все современные дизайнеры, придумайте свою какую-нибудь реплику на эту тему. Например, вот с левой стороны реплика на тему тонетовского стула Джей Джанга. Джей Джанг взял и залил… Называется это эмберче или янтарное кресло, янтарный стул. Он взял и залил тонетовский стул смолой, эпоксидной смолой. Тем самым он… Ой, это не я. Тем самым он одновременно попытался как бы вписать этот стул в современный контекст и в то же время законсервировать его для истории, как что-то очень важное, что-то очень ценное. Другой вариант – вот этот. Это американский дизайнер, который решил вписать, опять же, тонетовский стул в атмосферу ночного клуба. И просто взял его и добавил вот такую вот неоновую подсветку. В общем, если у вас вдруг есть тонетовские стулья, проявите фантазию, станете дизайнером. Все основы, которые заложил тонет, то есть использование фанеры, гнутая мебель из фанеры, вот эти вот технологические всякие процессы, они впоследствии дизайнерами 20 века очень сильно расширялись, очень много использовались. В частности, вот эти два молодых человека, на тот момент еще молодых, Чарльз Имс и Аэроса Аринен, они очень много вложили в дизайн 20 века. В 1938 году они познакомились, и в 1940 вместе создали вот такую чудесную вещь. Это кресло, которое участвовало в конкурсе органик фаниши дизайн для уже упоминавшейся МОМа. Я ее сегодня часто буду упоминать. Стульчик занял первое место, и благодаря этому в 1941 году был помещен на выставку в этой самой МОМе, и Чарльз Имс стал потрясающе популярен. В 1941 году Чарльз и Рэй Имс поженились. Я вот периодически в интернете читаю про то, что Имсы были братьями. На самом деле они не были братьями, это были муж и жена. Вот с левой стороны у нас Рэй, а справа и Чарльз. И в 1941 году, благодаря вот этой известности, благодаря этому конкурсу, Чита Имзов получает заказ на разработку лангета для американской армии. Разрабатывают они его как раз из гнутой фанеры, и задача была в том, чтобы швов было как можно меньше, а форма была как можно эргономичней. И впоследствии вот эти разработки, работа с гнутыми фанерными листами будет имзами использована в производстве мебели. В частности, в 43-м году они разработали вот этот стул, называется он LCM. И здесь что интересно, гнутый металлический каркас, привет Баухаузу, и спинка, и сиденье из фанеры, собственно, тоже гнутой. Интересно, что фанера — это гнута не просто в каком-то одном направлении, по одной координате, а она гнута сразу во всех трех направлениях, то есть местами нужными она вогнутая, местами выгнутая, и за счет этого достигается максимальный комфорт для человека. Но еще интересней — вот эти вот маленькие резиновые штучки. Такая мелочь, которая, собственно, держит… На этом и стоит весь дизайн. Дизайн стоит на мелочах. Что делают вот эти маленькие резиновые штучки? Такие амортизаторы, которые позволяют спинке реагировать на движение человеческого тела. То есть вы, поворачиваясь вправо, резинка сжимается, и стульчик поворачивается как бы вместе с залами. Точно такие же резиновые вставки, это вот здесь можно видеть, есть и в сиденье. То есть когда вы поворачиваете корпус в одну сторону, стульчик поворачивается вместе с вами. И это уже совершенно другой уровень комфорта, совершенно другой уровень взаимодействия мебели с телом. До этого момента никто такого не делал. Дальше им заусовершенствовали свою конструкцию, сделали ее полностью фанерной, вот такой. Здесь остались резиновые амортизаторы, но они уже спрятаны в конструкцию, то есть за счет этого стул выглядит более элегантным, более красивым. Резиновых вставок уже не видно, но и спинка, и сиденье все еще остаются раздельными. Имзы так и не смогли соединить все это вместе. Зато в 1948 году им заполучили ответ на вопрос, как же делать трехмерную, выпуклую, вогнутую во всех местах какую-нибудь такую интересную форму из одного объекта. Ответом на этот вопрос был, собственно, пластик. Так на свет появилось вот это чудо, называется это DSW, и это самый знаменитый стул в мире. Это самый распространенный стул в мире. Нет ни одного человека, который бы его не видел. Есть кто-нибудь, кто не видел такой стул никогда в своей жизни? Ну блин, вот, кошмар. Сходите в столицу. Даже у нас в столице в кофейнях стоят эти чудесные стулья, можно просто идти мимо и, пожалуйста, наблюдать. В чем прелесть, собственно, DSW? Почему он такой популярный, почему он так широко распространен? Во-первых, это вариативность. Мы разработали сразу несколько вариантов DSW. Вот здесь вот беленький вариант. Этого, правда, не видно, но он стоит на металлическом каркасе. Называется этот каркас Eiffel Tower. То есть сделан он по принципу эйфелевой башни. Как бы чуть-чуть копирует один из элементов этой эйфелевой башни. Вот это мой любимый вариант на кленовых ногах. Мне он нравится больше. Потом есть с мягкими вкладышами, могут быть без мягких вкладышей, могут быть совершенно разных цветов. Что это дает? Вариативность позволяет вписать наш объект дизайна в любое место. То есть неважно, гостиная это, зал ожидания аэропорта или больница в соответствующем цвете. И подобрав либо кленовые ноги, либо металлические, вы можете вписать его везде. Прекрасно еще и то, что это первый пластиковый мебельный объект, запущенный в серийное производство. DSW был первым. До него пластиковые объекты мебельные никогда в производство не запускались. Поскольку Ray по профессии была не дизайнером, а графиком, то имзы много экспериментировали с мебелью, скорее как со скульптурой или как с формальной композицией. И по этому пути заходили настолько далеко, что иногда становилось непонятно, является ли этот объект предметом мебели, игрушкой, скульптурой, арт-объектом. То есть непонятно. Вот это детский стул имзовский 1954 года. По такому же принципу сделана вот эта вешалка. Называется она Hang It All. И с этой вешалкой связана, собственно, с ней связана еще интересная история. Вешалка, на эту вешалку имзов вдохновил вот этот замечательный человек. Зовут его Джордж Нельсон. В свое время Джордж Нельсон был арт-директором компании Герман Миллер. Герман Миллер — это компания, которая производила все, что я показывала до этого, все, что касалось имзов. То есть имзы работали конкретно с этой компанией. И Джордж Нельсон был очень общительным человеком. Однажды в 1947 году он позвал к себе друзей на вечер. Среди них были, например, и Само Нагуччи, и Бакминстер Фуллер. Вау! Это был первый раз, когда я смогла произнести это с первого раза. Я с вами горжусь, ребят. Большое количество очень знаменитых на тот момент дизайнеров собрались в одном месте и долго пили. Пили они, пили, и в итоге решили позаниматься дизайном. Занимались они дизайном, пока их не отрубило. Утром, проспавшись, господа дизайнеры пришли к месту, где они долго занимались дизайнер, и нашли там большое количество эскизов. Среди этих эскизов были вот эти восхитительные часы. Часы были настолько восхитительные, что их было решено отправить в серийное производство в компании Герман Миллер. Но была проблема, никто не знал, никто не помнил, кто их сделал. В конечном итоге Нельсон был выбран автором, просто потому что он был самый старший из компании. Но до самого последнего момента Нельсон во всех интервью рассказывал, это не я. Часы стали одним из знаковых элементов дизайна 20 века. Собственно, легкость, с которой они созданы, опять же вариативность, потому что вот эти шарики, они могут быть цветные, могут быть цвета натурального дерева, могут быть пластиковые, может быть разный, например, цвет этих стрелочек. Все это позволяет, опять же, вписать часы практически в любое пространство. И в то же время этот объект является некой игрой со средой, игрой с дизайном. Это было очень близко имзам. Не будем забывать про Аэра Сааринна. Он, правда, немножко постарел. Сааринен всю дорогу работал параллельно с имзами, но в отличие от них он был архитектором, а не дизайнером. И в архитектуре 20 века интересно следующее. Сменилась полностью стилистика архитектуры. Она стала очень жесткой, очень прямолинейной. Изменилась философия архитектуры. И за счет этого должен был измениться и интерьер. А подходящих интерьерных объектов, подходящей мебели не было. И поэтому практически все архитекторы 20 века вынуждены были в той или иной степени сотрудничать с мебельными фирмами и изобретать мебель, которую можно было бы поставить в их же зданиях. Иначе происходило некое такое несоответствие. Так вот, Аэр Сааринен, это, кстати, он на фоне своей работы «Ворота Запада». «Ворота Запада» — это памятник высотой 192 метра. 192, представляете себе? Это самый высокий памятник Америки. Стоит он в Сент-Луисе, откуда обозы отправлялись завоевывать Дикий Запад, и стоит он там именно в эту честь, в честь завоевания Дикого Запада. Известен Сааринен не только, собственно, «Воротами Дикого Запада», сколько вот еще у него есть такая работа. Он называется «Аэропорт имени Кеннеди». Тоже в Америке, один из самых больших воздушных портов Америки. И вот это, например, интерьер. Смотрите, насколько в стилистике все это выполнено. И Сааринен работал с мебельной компанией, называвшейся «Кнол». Кнол пишется, Нол называется. И для них он разработал такое кресло, называется «Вомб». Что переводится как «чрево» или «утробо». Похоже, это кресло все еще на то первое, которое было создано вместе с Имзом. Но здесь, опять же, совсем другой уровень комфорта. Когда вы в это кресло попадаете, то все, вам уже больше ничего не нужно. Все, что вам хотелось, уже есть. Все, что надо, это только остаться там, желательно навсегда. Но более известно не это кресло, а вот эта группа столовая. Как представитель функционализма Сааринен ненавидел тогдашние интерьеры. Особенно он ненавидел обеденные группы. Почему? Если во время обеда вам вдруг возбудет в голову заглянуть под стол, то вы увидите невероятную вязь такую из ножек, много-много ножек. Получается такой визуальный шум. А Сааринен как раз хотел избавиться от этого шума и сделать жилище легче, визуально чище и просторнее за счет этого. И он ставит мебель, сначала кресло, а затем и стол на одну ногу. Опять же, это кажется такой банальный прием, а до Сааринена почему-то никто не догадался. Вот он был первым. И так получилась столовая группа, которая называется тюлип, тюльпан. Изначально нога изготавливалась из алюминия, а сверху покрывалась пластиком, и верх тоже делался пластиком. Опять же, классически вместо вот здесь фиолетовая подушка у меня, а изначально подушка была красная, потому что Сааринен считал, что красный цвет на белом добавит немного экспрессии и драматизма. И вслед за имзами он пошел по пути трансформирования мебельного объекта в объект скульптурный и считал, что кресло должно хорошо выглядеть не только в момент, когда в нем кто-то сидит, не только быть хорошим фоном для человека, сидящего в этом кресле, но и в момент, когда в нем никто не сидит, является неким таким арт-объектом, скульптурным объектом, который просто бы украшал помещение. Кресло это было настолько футуристично, что в него тут же вцепились режиссеры-фантасты. В частности, тюлип снимался в сериале «Стартрек». Приглашали его также в «Солярье Старковского». Вы можете в этом увидеть. Не в главной, правда, руль, но тем не менее. По пути вот этой архитектуры, которая требовала для себя конкретных мебельных объектов, пошел и вот этот замечательный человек, датский архитектор Арны Якобсен. Якобсен тоже очень известный. Ему удалось то, что не удалось имзам. Вот это кресло, оно называется «Муравей-ант», и оно из глюнтой фанеры. Помните, я показывала вам имзов и говорила, что до последнего они так и не смогли соединить спинку и кресло в один кусочек. А вот Якобсену это удалось. «Муравей» изначально создавался для какого-то якобсеновского объекта, но когда его запустили в производство, он стал настолько популярен, что перестал принадлежать какому-то объекту, его начали какими-то невероятными тиражами изданий экспортировать. И в тот момент, в 1953 году, это был самый экспортируемый объект на территории Скандинавии. Его вывозили просто невероятными пачками. Якобсен много экспериментировал с гнутой фанерой, и в итоге пришел вот к этому замечательному стулу. Называется это «Стул номер 7». У нас был номер 14, теперь номер 7. Стул номер 7. Я смотрела, как его делают. Фирма, которая выпускает, выпустила ролик. Такой замечательный, черно-белый, под очень лирическую музыку. Обязательно себе загуглите Якобсен номер 7. Выглядит это, конечно, фантастически. Как из очень тонких листов фанеры. Все потихоньку собирается, потом закладывается в пресс. Потом этот пресс так опускается. Раз, а потом там такой лирический припев. А потом бац, и стул готовый. Вот опять же у нас трехмерная форма. И выгнутая, и вогнутая, вот здесь сбоку видно, во всех местах всевозможных. И в то же время это единый такой кусок. В 60-х годах Якобсен разрабатывает для Scandinavian Airlines System отель. Причем делает его целиком, начиная с здания, заканчивая полностью всеми интерьерами, где Якобсен создал и стулья, и мебель, и посуду, и вплоть до оконных. На сегодняшний момент в САС-отеле остался всего один номер, 606-й, полностью обставленный Якобсеном. Например, для этого отеля он сделал кресло, которое называется дроп, капля. Или свон, лебедь, опять же, кресло. Вот эта посуда, столовые приборы, которые, опять же, были созданы для этого отеля, выражали вот эту легкость, стремление к воздуху, свойственно для аэрокомпании. Опять же, футуристичный дизайн позволил им сняться впоследствии в сериале Star Trek. И одна из самых знаменитых работ Якобсена — кресло «Эгг». Если говорить о каких-то конкретных чертах, почему работы Якобсена являются иконами дизайна, то в первую очередь это будут пропорции. Якобсен — гений пропорции. То есть, по большому счету, все, что я вам показала, вот эти вот криволинейные невероятные вещи, абсолютно четко выверенные, абсолютно простроенные. Якобсен еще очень интересно тестировал все это. Когда создавался прототип, он отлавливал случайных людей, попадавших к нему в мастерскую, например, приходит почтальон, такой хопочки за почтальоном, садит его в кресло и заставляет рассказывать. Ну как вам? Расскажите, что вы чувствуете. Или там идет мимо курьер Якобсен вот такой раз за шквирку и в следующее кресло. Вот таким образом постепенно нарабатывались прототипы, и получались такие замечательные детали. Так, те люди, про которых я говорила до этого момента, вот это как раз были новаторы. Разработчики, люди, которые старались усилить эргономику, сделать наше окружение максимально для нас удобным, комфортным. И это, как я уже говорила, очень долгий путь для того, чтобы стать знаменитым дизайнером, для того, чтобы ваши объекты стали иконами дизайна. А есть такой путь покороче. Он, правда, стал доступен только в последнее время, но мы как раз живем в эпоху, когда это возможно. И таким очень ярким представителем этого пути является этот человек, и имя ему Филипп Старк. Филипп Старк не продает свои вещи, не продает свои разработки, он продает себя. Он, знаете, реинкарнации Людовика XIV. Дизайн — это я. Причем вряд ли его можно назвать самым красивым мужчиной на свете. Или там секс-символом каким-нибудь. Но харизма у этого француза настолько невероятная, что не влюбиться или не купить то, что он делает, практически нереально. Надо отдать Старку должное, он не брезгует ничем. Он разрабатывает яхты за 300 миллионов долларов для русских мультимиллионеров. И он разрабатывает, например, пластиковые тапки. Вот как здесь. Разбежка у дизайнера колоссальная. Слева вы можете видеть его соковыжималку, разработанную для компании Олесси. Вот она как раз есть в постоянной коллекции музея Мома. А это уже как бы все, он признан. Причем соковыжималка потрясающе неудобная. Если у кого-нибудь дома есть, или если кто-нибудь видел когда-нибудь, если попытаться на ней что-нибудь выжить, она сразу начинает заваливаться. Ноги ее не держат, сок течет, или все течет куда угодно, только не вниз, не так, как было задумано. Но если Старку, когда Старку на это намекают, вы знаете, ваша соковыжималка вообще-то неудобная. Старк очень сильно обижается. Вам что, сок выжить нечем? Зато смотрите, как красиво. Следующий момент. Вот мне очень понравился вот этот смеситель потрясающий для Аркас. И у него есть промо-ролик. Промо-ролик длится 4 минуты. 3,5 минуты мы видим только сидящего Старка. Там больше вообще ничего нет. Сидит Старк и рассказывает, вода, это так красиво, я люблю воду, потому что это так красиво. И в последние 30 секунд появляется непосредственно сам смеситель, его там немножечко включают, и все. То есть другой совершенно процесс. Старк создает вещи, о которых нужно говорить. И главное для Старка, это чтобы, когда говорят про вещи, вспоминали его. В частности, вот хорошо характеризует этот принцип кресло. Всем ли видно кресло? Здесь на самом деле есть кресло, оно называется Луи Гост, призрак Людовика, на которого я вспоминала чуть выше. Кресло такое ирония. Мы берем барочную, очень вычурную, яркую форму и делаем ее из дешевого материала, из пластика. Кресло, кстати, не очень дешевое, стоит оно 450 долларов, но тем не менее. И, соответственно, завязывается некая такая история, о которой можно поговорить. Другой момент — это кресло, которое называется Мастерс, мастера. Если вспомнить, если мы посмотрим на это кресло спереди, вроде такое современное кресло, вязь там у него какая-то, кресло из металла, кстати, вязь там у него какая-то интересная такая. Но если глянуть на кресло в профиль и вспомнить все, про что мы говорили, чуть выше, то вы увидите, что кресло на самом деле состоит из силуэтов трех уже названных кресел. Это Эгг Аэроса Аринина, это DSW Имзов, это Вомб Аэроса Аринина. Причем Старк собирал эти кресла именно каким-то сознательным способом, чтобы одно было повыше, одно с ушами, а одно такое с подлокотниками. В итоге они соединяются в такую трехмерную композицию, которая хорошо работает и в высоту, и в глубину, ну и плюс некий такой культурный контекст, который опять же об этом кресле заставляет говорить. Соответственно, если у вас есть какие-то разработки, связанные с дизайном, то вы можете выбрать один из двух путей и сделать ваши разработки иконами. И для того, чтобы четко понять, что все как бы, ваш объект стал иконой дизайна, вам нужно следующее. Вам нужно попасть в постоянную коллекцию музея Мома, либо вам нужно, чтобы ваши изделия вдруг резко стали производить китайцы какими-то невероятными тиражами в пять раз дешевле, чем вы. Или современные дизайнеры должны начать делать реплики на ваше кресло, ну или вы должны приехать в Анголу и увидеть ваше кресло там. Спасибо нашему организатору за восхитительную идею для альтернативного названия моей лекции. У меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ